мне все равно а тебе все равно да я срал на тебя и твой грёбаный суп привет рада видеть вас на моем канале телекоплей и наташа мы с вами продолжаем играть в burn house lane чуть опять не сказала ларлай а короче я тупой потому что я не подумала о главном надо в этой игре иногда думать как бабушка потому что у нас есть с вами газетка а что делают бабушки с газеткой какими-нибудь продуктами правильно они заворачивают в газетку продукты все вот как как нам надо было брать и сердце и мозг прошлой серии а я до этого не догадалась я до этого не догадалась вот видишь как хорошо когда у меня есть помощники виде вашего лица мы же без вас я же говорю этого не вышло оборачиваем мозг красота теперь я так понимаю нам нужно кормить свинку пепу который у нас там наверху вот этот вот джордж или кто он там короче так что пойдемте его кормить с вами с вас кстати как всегда лайк подписка на канальчик напоминаю что мы с вами в четвертой главе этой игры и идем кормить свинку вот на наша свинка привет джереми на тебе сердечко будешь кушай смысле ёпта что случилось давай ешь свой ужин джереми кушай фу да мне кажется это вы из-за того что она его кормит вот этим вот всем он явно какой-то нездоровый каш понимаешь свиньи они все ядно мозг с мозгом будешь конечно с мозгом мы будем а так видишь у него как он типа кушает и сразу срет и жирно отвратительно свинья видишь я дружелюбно абсолютно я не буду его бесить я не знаю на что он способен этот кабанчик значит что нам нужно тут взять стол какой-то осмотреть стол много банальных безделушек фарфоровые свиньи мэри действительно держимое имя но почему книги быстро осмотр показывает что дневник в основном рассказывает о диетических разработках и тренировках свиньи коробку со сладостями это как подарок на детство валентина для свиньи я сомневаюсь в этом этот бедное блюдо кажется наслаждается мясом и кровью бьюсь об заклад она купила эту коробку в форме сердца для себя посмотреть внутрь коробки опа ключ тот самый часовой ключ ты докушал он сразу туда срет представляешь фу ужасно ужасно отвратительно вот она вот представляешь кормит свою свинку вот этим вот всем значит смотри что нам надо сделать нам надо получается завести часы да я у меня есть ключ что-то тупи что надо завести ключ и спрятаться что она по-любому щас начнет ходить а я завела подожди я чур реально не завела а через кока не короче я понял я понял нам надо завести часы на то время чтобы она пошла к свинье наверх на время наверно обнимашек нет 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 мы уже осушали сегодня что это не так с этой штукой короче сейчас нам надо посмотреть расписание свиньи скорее всего реально время обнимашка надо сделать смотри-ка вот смотрим время обниматься 9 п.м. вот давайте заведем на 9 п.м. 9 п.м. вот время обниматься и она сейчас пойдет его тискать логично такую четко ничего прячемся вдова время обниматься со свиньей и может быть так поздно я уже даже не дала джереми его ужин глупые часы всегда ломаются брейки нет нет не то то неправильно что ли слушаю серьезное неправильно сделала да реально смотри то есть не время обниматься джереми опт куриная печень вас драйк пит ужин мозг мужин может быть 6 поставить блин а я не знаю какое время поставить но 9 ей не подошло давайте попробуем 6 будем слушать что она говорит методом подбора а так прикольно головой драйк о пришло время ужина для джереми о она его сейчас пойдет кормить зачем сделал все правильно да или неправильно вот теперь я все сделала правильно теперь я могу пойти к чувачку привет ой блин привет ангел долго же тебе пришлось ждать о я попытался убежать я почти сделал это но я не ждал что этот дом вот так вот закроется для меня что ты имеешь ввиду я имею ввиду что она позаботится том чтобы я никогда больше не пытался бежать ну а рук почему нет как тебя зовут ладно бэн я управлял барбершопом но это было тогда и теперь ушло ужас какой то представляешь все ушло есть что-нибудь что я могу для тебя сделать я я с удовольствием постриг тебя пока мое время не стекло я не думаю что это возможно у тебя же рук нет нет почему ну ты знаешь почему а верно ты думала что я имел ввиду здесь нет просто найди другой барбершоп когда будешь готова то что на бордхаус лейн бордхаус лейн как ты узнал об этом я продолжаю мечтать об этом и во сне могу ходить и снова держать ножницы но барбершоп пуст никто никогда не приходит пожалуйста ты придешь это бы много для меня значило если бы ты пришла да я приду благодарю спасибо а так ты здесь получается пленник блин бедный представляешь без рук без ног я так думаю да моя память не четко и это худшая часть я не могу сказать что реально что у меня в голове я настоящая ты настоящая верно а как насчет большого паука прямо за тобой нет это нереально здесь нет пауков нет но он шепчет мне он говорит ты принадлежишь мне ты принадлежишь мне ты остановись ты галлюционируешь верно извини я просто так устал как давно ты здесь недели месяцы я не знаю все в тумане но я знаю одно здесь надолго не задержусь не говори так и ты тоже как как ты я видел тебя на другой стороне о да это все уж вопрос времени когда мы ему перейдем навсегда хорошо ты не можешь убежать без ног но почему без рук у меня были сильные руки ты знаешь однажды я пошел к свинье и пытался задушить его я хотел разбить жирно уродливую рожу этого ублюдка в кашу видишь ли ты не можешь победить мэри не убив сначала свинью я имею ввиду можешь попробовать но это как ударить бетонную стену это просто не сработает значит она ампутировала тебя конечности в наказание за нападение на ее свинью да но это даже не худшая часть она застала меня смотреть мне жаль теперь все я смирился со своей судьбой я просто мертвец жду когда мой ангел отвезет меня домой а что случилось со свиньей это гребаная свинья у них общая связь это так она любит свиньё а свинья любит ее но это еще не все как будто это ублюдок источник ее силы она кормит свинью кровью она истощает мое тело и взамен я знаю это безумие но проклятое животное делает ее сильной как бык и честно говоря ее не остановить в бою я видел это своими глазами если ты хочешь добраться до мэри сначала разберись со свиньей ладно приняла к сведению я пошла да ты летишь мой ангел лети как птица мне нужно что-нибудь остренькое в коробке осталась последняя игла я возьму ее сейчас будем кровопусканием заниматься блин а мне то наверное нужно сейчас кровь то свою пустить пойдем посмотрим что она делает там правильно ужас бедный чувак представляешь ему так вот жить что произошло я спряталась такая о еда готова а кто-то в дверь пришел миссис Уиллис мисс мисс Уиллис что ты хочешь меня зовут детектив Киган а это детектив Андерсайд мы просто хотели задать пару вопросов можем ли мы войти не совсем я нахожусь в самом разгаре кое-чего а вы же не собираетесь держать нас снаружи под дождем это просто стандартная процедура мы не займем много времени я я сказала ты только что ворвался это грубо очень очень грубо мы кое-кого ищем мужчина высокий темноволосый лет сорока известен под именем Бенджамин Митчел какое это отношение имеет ко мне он пропал без вести два месяца назад и многие люди пропадают верно конечно и когда они это делают наша работа искать их да хорошо это не имеет ко мне никакого отношения так что ходите оставьте меня в покое это кровь на двери твоего холодильника какая а это я на обед у меня была куриная печень а куриная печень моя любимая не будь таким отвратительным Дэйв но этот суп вкусно пахнет ты и твои овощи я просто не понимаю вас люди слушайте я очень занята что что это за звук ты слышал да как маленькие ножки постукивают по половицам есть ли кто-то еще в доме миссис Уиллис нет но кто-то явно поднимается по лестнице это просто чертов дождь стучащий по гробаному окну давайте проверим этот детектив ой все сейчас вас минус нут пацаны зря вы зашли в этот дом подожди он остановился еба не говори что я черт возьми не предупреждала тебя что за шаг назад мисс Уиллис ой мисс 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 не без моего чистящего средства. Ты такая хорошая свинья, Джереми. Спасибо. Ой-ой-ой-ой. Какой ужас. А никого не смущает? Дерьмо, похоже, пришло время для плана Б. Да, так в тени я быть долго не смогу. Фу, какой он мерзкий. Ему явно не хватает витамина. А нахрен он взял пистолет? Черт возьми, могла бы использовать этот пистолет. Ну, могла. Возьмите пистолет. Подожди, а мы не хотим добавить в суп кровь. Использовать каплю крови, да. Капнем в суп. Суп отравлен моей кровью, но пока я жду, пока она его съест, я должна достать пистолет. Похоже, Джереми взял его с собой. Он умный маленький ублюдок, я отдам ему должное. Так и что? Ну, давайте я пойду поднимусь к этому маленькому свиножопу. Свинтус, пойди сюда. Отдай мне пистолет. Свинюшка. Свинюшек. Дай мне пистолет, Джереми. Мы же друзья с тобой. Ну, давай же, тебе это нужно. Свиньи не используют оружие. Я надеюсь. Я с тобой хорошо обращалась. Джереми. Он его сейчас скинет. Держись подальше от этой дырки. Я так и знала, что он кинет его в туалет. Своё говно. Но мы должны были пойти в эту комнату с говном. Фу. Теперь я должна искать пистолет в какашках. Ты злобный ублюдок. В какашках свиньи должна ковыряться я, да? Может быть, там шампиньоны растут. А что, могла бы, между прочим, растить там шампиньон. Они в говне растут. Ладно, у меня сейчас будут сложности, потому что, скорее всего, она в подвале. Надеюсь, что нет. Потому что мы так много всего сделали. Хера! Ни хрена ты, блин, эта техасская резня бензопилой. О, нет. Не говори мне, что уже семь. Чёртов ад, пришло время для супа. Похоже, вам две уродливые птички придётся подождать вашу очередь. А шо на расписание-то придерживается? Нахрена? Овощи! Эй! Я должна скинуть с ума, чтобы есть эти чёртовы штуки. Она, наверное, этот суп сейчас пацану отдаст. Пришло время для твоего супа, идиот! Я не голоден. О, не надо мне это говорить. У меня был трудный день. Мне всё равно. А, тебе всё равно, да? Я срал на тебя, я твой грёбаный суп. О, да? Разве я, чертов измени, говорил тебе, что у меня чертовски трудный день? Пошла ты, сука. Хорошо. Очень хорошо. Хорошо. Ну, вот твой суп. Хочешь ты его или нет? Сейчас на него выльет. О-о-о-о! 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 Ну, дело сделано. Мне больше не придётся мириться с твоим бездельем. Наверное, он мог бы выжить. Ну, ладно. Ну, как играем, так играем. А что? С другой стороны, теперь бедняга не мучается. Ладно, пошлите-ка пошиться в собачьих какашках. Ой, надо выйти. Давайте выйдем. Охренеть. А я могу умереть от отравления угаранными газами свиньи? А так и должно было быть? Или это конец игры? Вы отравились говном. Да? Нормально. Мы в кебабной у Али. Ля-прикол. А? Это снова ты? Кого ещё ты ожидала? Привет! Ты в порядке? Да, бывало и лучше. Да, это точно. Ты выглядишь так, словно поучи в дерьме. Ну, на самом деле, именно то, что произошло. Я была по уши в дерьме, но сейчас я в порядке. А ты как дела? Что ж? Я буду честен. Всё так и было. Довольно хреново в последнее время. Что случилось? Это Руби. Она ушла. Руби? А, новая большая девочка из подвала. Ага. Однажды ночь она стала дико, как Дестинни, так что... Я закрыл магазин. Здесь никого нет. Кто больше нуждается в моей еде? Я чувствую, что ты должен уйти, но не знаю куда. Ты ел? Выглядишь таким худым? С уходом Руби я потерял аппетит. Вся эта еда здесь, и я просто чувствую себя больным, глядя на неё. Ты чашкнешь на глазах. Ты не должна беспокоиться обо мне. Разве у тебя недостаточно своих проблем? Потому что я хорош, я в порядке. Я пойду куда-нибудь. Иди немного поспи. А, это точно мне нужно. Длинный, длинный сон без сновидений. Ты не можешь просто так сдаться, знаешь? Я не сдаюсь. Я потерпел поражение. И я принял это. Что я ещё могу сделать? Просто подожди, потерпи. Рано или поздно придёт кто-то новый, и ты приготовишь для него. Разве ты не хочешь? Нет, больше нет. Теперь я вижу вещи ясно, и я в порядке. Мне надо идти. Мы все должны идти, в конце концов. Куда ушла Руби? Улицы, я думаю. Иногда по ночам я слышу топ от её нот. Я просто выключаю свет и прачусь. Мой свет. Если ты столкнёшься с ней, убедись, что у тебя достаточно пуль. Или просто убеги. Вот что бы я сделал. Она медленная, как дерьмо. Просто пройди мимо неё, и всё будет в порядке. А есть ли другие угрозы? Что ж? Ты встречала мёртвых парней? Да. Встретила целую кучу на кладбище на днях. Они выглядели, как сгоревшие трупы, и я уверена, что они хотели съесть меня. Кто они? Они бедняги, которые не захотели смириться со своей судьбой. Вот и всё. Они были слабы при жизни, и столь же слабы в смерти. И иногда одной пули достаточно, чтобы уложить их. У тебя всё ещё есть пистолет, да? Хотелось бы, но нет, я потеряла его. А, ну, я уверен, что где-то есть ещё один. Как мне вернуться? Почему? К чему? Ну, ты понял, если бы я сказала. Да, ты права, я, наверное, не понял бы. Это место было моим домом столько, сколько я себя помню. Но не моим. Пока ещё нет. Хорошо, хорошо. Я знаю только, что вот этот парень, Бен, Бен Барбер, он сказал, что ждёт тебя. Ждёт меня? Казал, что-то о стрижке. У вас двоих была назначена в стретчер. Не совсем, но его барбершоп здесь, на Бернхаусле. Всего в нескольких дверях от моей. Проблема в том, что дорога перекрыта. Придётся выйти через заднюю дверь, а затем срезать путь через старый бассейн. Но не спеши. Сначала хорошенько покури. Я открою дверь. Ладно. Он прям меня, это, пытается до конца меня. Ну, это типа, сохрани, значит, что-то будет там какая-то заварушка. Ну, спасибо, браток. Я иду на стрижку. Ты закончила? Теперь иди через придавок, я отведу тебя к задней двери. Ну, пойдём. сюда. Потому что он реально исхудел. Был побольше. Ну, всё, пока. Удачи-то. Надеюсь, когда-нибудь встретимся снова. Спасибо, Ави. Увидимся. Или Али, как его там. Али, Ави. Ну, шо? Поехали, господа. Через бассейн он мне сказал, да, надо? А в бассейне сейчас какая-нибудь жопа произойдёт. Это должен быть старый бассейн. Очень миленько, кстати, здесь. Остерегайтесь душевых. Ладно. Покурю, пожалуй, ещё раз. Потушу свою чупа-чупс. Мало ли, что там пойдёт. А шо в душевых? Это большой контейнер для хлора. Так, ну, давайте я поднимусь наверх. Посмотрю, что тут наверху. Ой. И что? Куда это? Давайте пока пусть здесь. В таком случае. пока не понятно. А-а-а-а, всё, поняла, поняла. Поняла куда, поняла. Всё, я увидела, я увидела. Я не знала, что туда надо. Всё. Вот она, эта дырка. Только непонятно, для чего это делать. Она откроется вообще? Ну, нам, видимо, вот сюда нужно будет закинуть потом эту хлорку И налить, и продезинфицировать. Пока что давайте с вами спускаемся внизок. Исследовать. Я могла бы выключить газ здесь, но вентиль отсутствует. Ага. Ядрить твое налево. Не, ну как бы пробегать такое себе, а вентиля здесь больше нигде нету. Да? Давайте я еще раз сохранюсь. На тот случай, что я уже как бы много чего тут вообще-то сделала. Блин, может быть попробовать пробежать через газ? Давайте попробуем. Вот и все. Ну надо же было проверить, правильно? Какие-то страшные звуки здесь. А, это бассейн. А мне сказали в душевые не идти. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Что это за такие приколы? О! Так, подождите-ка. Во-первых. Во-первых. Во-вторых. Включить воду? Эээээм. А-а-а. Вон оно что. Понял. Та-да. Не, ну в принципе мне-то что? Я-то в принципе... Офигеть. Ты видел там в душевых зомби? Walking Dead, блин, начало. Ладно, пока я к ним не иду. Я так понимаю, их надо хлорочкой сейчас залить. Не, ну раз у меня получилось пробежать, значит получится и сейчас. Блин, страшно тут у вас. Побежали, короче. Бежим, 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 бежим. Вот и все. И нету газиков. Пока пусть он здесь стоит. Сейчас мы тогда хлорку зальем. Я так понимаю, нужно хлорку полить на вот этих вот монстров. Ладно, теперь придется не тащить эту херню всю дорогу. Ну да. Уже облегчение. Нам надо сейчас будет вентиль забрать. Я надеюсь, навсегда этот газ перекрылся. Да, он навсегда перекрылся. Ой. Этот бедняга умер, отравившись газом. Вороженнего лица доказывает, что это тоже была нелегкая смерть. Есть у тебя что? Пистолетные боеприпасы. Бедняжка. А мы его до этого с вами даже и не видели. Представляешь, сколько он тут бедный лежит. С таким вот лицом. Удивленным. Бедный. Жаль, конечно, этого добряка. Но что поделать, такова жизнь. Блин, ну к зомбям вообще идти не хочется совершенно. Поэтому мы к ним и не идем. Мы идем в став онли. Блин, ну тут крипово. Так, вставляем с вами газ. Значит, берем тогда канистру. Ой, она тяжелая, смотрю. Так, а что, это какой-то новый способ борьбы с монстрами или что? Включить воду. А возьму с собой вентиль. Ужасно. Я просто... Бедняжек бедных, прикинь, закоматозила как. Хлоркой, прикинь. Устроила им это. А они просто мылись. Так они, получается, здесь у меня тусили. Я через туалет. Фу. А у меня кое-что есть. Пусто. У меня все еще есть перчатки. Знаете? Я могу перчатками очень ловко залазить в любую шоколадную дырку. И мне будет бабую. Рано или поздно я что-нибудь найду. Блин, да ладно, все пустое. Все дерьмо получается. Что это такое? Поднять пистолет. О. У меня теперь есть пистолет. Там какая-то бедная тетка лежит. Исследовать тело. Она мертва. Осмотреть стену. Недостаточно сильно. Больше не могу это делать. Прощай, Бернхаус Лейн. Лошара. А мы сильные. Смотри. Я теперь должна взять пистолет. Ужас. Ты же только не встал. А! Ё-моё. А в этого надо было больше патронов ссувать. Страшно. Патроны. Хорошо. Перезарядимся на всякий. Блин, зомби, ты представляешь? Патроны. Страшно. Охренеть. Зомби в трусах. Вот это да. Такое я видела только в этом. В Дэд Айленде. Все, надо после такого точно это сишку потянуть. Чтоб далеко протянуть. Когда я уже до сраного этого барбершопа-то дойду? Уже вы дайте мне подстричься, ядришкин. Где ваш барбершоп? Обыскать почтовый ящик. Бёрнхаус Лэйн. Идем в барбершоп. И она здесь будет без сюрпризов. Ё-моё, это что, гробы? Ой. А-а-а! Ядрить твою налево. Иди в жопу. А-а-а-а-а-а-а-а-а. В смысле у тебя заперто? Ядрить твою. Чё мне с ней делать? Ё-моё! Слушай, есть у меня одна идея? Нет, ладно, у меня нет идеи. Возьми пистолет! Ё-моё! А, что с ней? Она всё? Боже, она откармливала каких-то БДСМ толстых детях, не пойми кого. Алё! Открывай! О, нормально у него тут. А это, наверное, типа создатели игры? Или это просто какие-то рандомные фотки из интернет? Цветастых людей. Ангел, я здесь! Подойди ближе! Сейчас, подожди, я потушу чупа-чупс. А потом я к тебе подойду ещё. Подожди, браток. Ля, нормально у тебя тут, уютненько. Ты пришла! Я знал, ты придёшь! Это ты! Парень! Торс! Я предпочёл Бен. Бен Барбер! К твоим услугам, Анжелин! Как ты вернул свои конечности? Так? Это просто. И толстая, та толстая злая женщина бросила горшок с кипящим супом в меня. И я умер. А, дерьмо. Сроси, приятель. Всё нормально, я всё равно слишком устала, чтобы продолжать жить. И здесь, на Бернхаус Лейн, я наконец-то могу сделать последнюю стрижку. Лучшее, что когда-либо делал. А, ты мне не помог? Тихий день, я не вижу других клиентов. Ты умер, а значит, я тоже мертва? Ты умер. Ты не мертва. Пока нет, мой ангел. Но эта ужасная болезнь, которой ты страдаешь, быстро убивает тебя. Ты уже одной ногой в могиле, это всего лишь вопрос времени. Как ты узнал обо всём этом? Тут нет секретов на Бернхаус Лейн. И самое долгое время был здесь частым гостем. Достаточно, чтобы привыкнуть к этому. Я могу тебе сказать? Это место, оно ужасно, но... Оно как бы прирастает к тебе. Хватит, Бен. Давай уже стрижку. Во мне растёт мой грёбаный рак. Так она не ела супа? Нет. Почему? Ты его отравил? Да, типа того. Мэри ненавидела овощи, она делала его только для меня. Она сказала, что здоровая диета должна помочь моему телу быстрее сделать новую кровь. И всё же, в конечном итоге убил тебя. Да, он. Иронично, не правда ли? Фу. От этой пристойки капусты меня всегда тошнило. И я всё ещё чувствую их запах, даже после смерти. Ты что-то говорил о том, чтобы постричь мои волосы? Да, стул готов для тебя. Но я думала, что барбершопы были только для мужчин. Только не этот. Женщины всегда рады здесь, у Бена. Особенно ты, Анжелин. Просто дай мне знать, когда будешь готова. Давай, я готова. Тогда садись. Если тебе сначала нужна сигарета, пепельница там. Я буду ждать. Не, давай новую стрижку. Бахнем. Сейчас он сделает из меня какой-нибудь... О, ножницы снова приятно держать в руках. Боже, как я скучал по этому. Такое чувство, что в моих венах вместо крови что-то электричество. Жаль, что я не понял всего этого раньше, ты знаешь? Иногда с нами просто необъяснимо происходят вещи. Но в то же время эти вещи то, к чему суждено быть. Я имею в виду... Могильщик не закапывает тебя в землю, потому что ему это нравится. Пчела жалит тебя не того, чтобы причинить боль. Или врач. Врач не скрывает тебя, чтобы наказать за то, что ты сделал. Они делают это потому, что таков мир. И так было всегда. О, так ты философ. Хорошо. Боже. Мы же были счастливы тогда. Давно, в другой жизни. Маленькие дети плещутся в лужах дождливыми днями. Матери зовут нас домой на ужин. Такие невинные и чистые. Так восхитительно беспечные. Без всяких забот в этом мире. Сегодня я видела ребенка, играющего в лужу. Раньше я делала то же самое, когда была маленькой. Да, хорошо. Теперь сделай глубокий вдох и отпусти все это. Окружи себя сладким ничем. Здесь холодно и темно. Но это хороший вид холода. И хороший вид темноты. Ты знала, что это произойдет. В тот момент, когда ты начинаешь истязать, это просто подготовка к тому, что должно произойти. В части того, кем ты когда-то был, начинают рушиться и разрушаться, как старый храм. И ты понимаешь, что пути назад нет. Чуть по звуку я бы куда-то нехорошее место попала. Мне так жаль, ангел. Я так сожалею. Я должен был сделать это. Прости меня. Наша спящая красавица просыпается. Сейчас ты в моем чертовом доме. Та-та-та. Непослушная, непослушная. Ничего не говорить. Нечего сказать в защиту? Ну что ж. Я бы сказала, что у кошки твой язык, но... Я всегда слежу за тем, чтобы в этом доме не было чертовых кошек. Да, ты счастливая. Счастливая леди. Ты бы умерла в подвале, если бы не появилась, как я, как раз вовремя, чтобы вытащить тебя. Я буду пока молчить. Подружусь с ней. А правде говоря, ты должна была погибнуть в той куче дерьма. Тебе не кажется, что ты заслуживаешь лучшего? Но я не могла оставить тебя там. У меня всегда было мягкое сердце. А также... Ну, ты появилась как раз вовремя. Этот глупый парень слишком быстро высыхал. Я должна была его отпустить. Но ты... Ты выглядишь полной крови. Я думаю, что это начало длинной и прекрасной дружбы, дорогая. Тогда мы сначала посмотрим, как у тебя пойдет кровь. Давай начнем. Ой-ой. О, нет. Похоже, у нас нет игол. Извини. Но тебе придется подождать. Думаю, у меня где-то на чердаке была еще одна коробка. Давай, бултыхайся, как рыбка. Нормально вырвалась. Твою мать. Вот это да. Надо потушить пепельницу. И на этой нотке мы с вами закончим. Очень напряженная ситуация. Но, надеюсь, что вам нравится. Мне тоже нравится. Увидимся в следующей серии. Говнюк мужик оказался. Блин, мало того, что облапошил меня, так еще и обкорнал. Короче, вот такая вот у нас получилась серия. Скоро с вами увидимся. Пока. Пока.